Всем привет! Хочу показать вам сегодня классический рецепт черешневого варенья, как его делаю я. У меня уже есть на канале черешневого варенья, там с косточкой и без в одном ролике. Немножко ролик такой, ну, старый. Хочу обновить и более подробно рассказать в одном варианте. То есть у меня сейчас только с косточкой будет черешневое варенье. Что нам для этого нужно? На килограмм черешни 800 грамм сахара и пол сок половины лимона. Где-то две столовые ложки. Я беру упаковку, убираю оттуда один стакан 200 граммовый. И остается у меня 800 грамм сахара. Итак, на 800 грамм сахара пол стакана кипятка и сок половины лимона. Ставим на плиту. Постоянно помешивая, доводим до кипения. Итак, сироп наш закипел. Добавляем туда нашу черешню. Аккуратненько перемешиваем. Вот так вот оставляем в горячем сиропе до полного остывания. Выключаем плиту и даем остыть. Остыло наше варенье первый раз. Из-за того, что я первый раз положила ягоды и не дала закипеть, убрала, чтобы остыло вместе с сиропом, на дне образуется немножко вот так вот сахар. Тот, который не совсем растаял. Поэтому первые пару минут надо силиконовой лопаточкой именно в дно мешать, чтобы сахар не приставал ко дну. Остывало у меня где-то 3,5 часа. Второй раз поставила и дам закипеть. С момента, как закипит, приблизительно 5 минут будет кипеть наше варенье. Закипело варенье. Вот так вот буду кипятить 5 минут. Пока пену не буду убирать. После того, как выключу, тогда уберу. Все, прошло у нас 5 минут. Выключаем, даем остыть 8-9 часов. Я делаю утром, поэтому у меня до вечера есть время. Вы можете на ночь оставить. Итак, третий этап у нас. Прошло 8 часов. Черешня пропиталась сиропом. И отдала свой сок еще. Теперь доводим до кипения и варим до готовности. Готовность сиропа я уже в своих других роликах показывала. Как покажу еще и буду показывать каждый раз. Может быть, те, кто не смотрел другие ролики. Не знают, как узнать готовность варенья. Показываю. Допустим, варенье у нас... Не допустим, а варенье наше не готово сейчас. Вот. Салфетка намочилась. Сироп весь впитался в салфетку. Вот такой след от капли осталось. Это значит, что у нас сироп не готов. Когда будет готово, покажу. Еще хочу напомнить, что вот обычно у черешни, вишни без косточек, если удалять с косточки, пены бывают очень много. А вот с этого я еще не удаляла никакой пены. Пены вообще практически нет. Может быть, сейчас в третьем этапе будет. Итак, закипело наше варенье. Отсюда буду вести отчет для вас. Приблизительно скажу, сколько это заняло у меня. Еще видно, что она слишком жидкая. У вас по времени может быть плюс-минус несколько минут. От плиты, от посуды всегда зависит. Одновременно стерилизую банки. Всегда на третьем этапе, когда ставлю варенье вариться, сразу одновременно ставлю и банки стерилизоваться. Чтобы они были горячие, и крышки, и баночки должны быть горячие. Видите, как мало пены? Пены совсем мало, но я его возьму, конечно же. Прошло у меня 10 минут. Видите, скатывается капля. Но еще намокает салфетка. Еще не плотная капля. Вот ее видно с этой стороны. Но уже скоро. Минуты, наверное, 3, и я выключу. Пошло у меня 3 минуты. Проверяем еще раз. Капля держится. Не намокает салфетку. Видите, скатывается, как салфетка сухая. Все, варенье готово. Пока смотрела, еще минута прошла. Ну, итогово получается всегда 15 минут почему-то. Такое среднее время готовности 15 минут третий этап занимает. Продлиния не сходится, а значит, варенье готово. Выключаю. И сразу же разливаю по банкам. Продлиния не салфетка салфетки. И вот так вот переворачиваем, даем остыть. Напоминаю рецепт. Значит, первый раз сделала сироп. Как только сироп закипел, закинула черешню, перемешала, выключила, дала остыть. Где-то 4 часа остывала. Второй раз дала закипеть минут 5. После закипания прошло минут 5. Я выключила, дала остыть 8 часов. На третьем этапе готовила 15 минут. Ну, где-то 14-15 минут, не больше. Все, варенье готово. Раскладываю все в горячую банку, в горячем виде. И крышки должны быть горячими. Переворачиваю, даю остыть. Дальше можно положить уже в кладовку. Варенье у меня остыло. Вот такой вот хотела показать вам сироп. Густоту сиропа. Это вот до завтра еще чуть-чуть загустеет. Пока еще только-только она остыла. Надеюсь, вам все понравилось. У меня все. Всем приятного аппетита. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok